Привет! Попробую, попытаюсь объяснить. Когда все это началось, я сразу понял, что будет плохо. Я не высказаться не могу. Но все-таки мое детище, 15 лет, их не выкинешь. Я проснулся утром, если честно, я день первый ничего не понимал. Нихуя себе! Все сами в шоке, они, кстати, все сами в шоке, во-первых. Все в шоке. И все... Там пассаж интересный такой, ну, мне взяло где-то 48 часов как бы осознать вообще, что происходит. Ну, естественно, я в это поверить не мог. Я не мог в это поверить, это было невозможно, я спорил со всеми. Я, кстати, до сих пор как-то не очень в это верю, если уж честно. Вы трогаете мою семью. Ты совершил страшное преступление. Ты должен сидеть в тюрьме. Молодец. Я уважаю, что они делают, но нету ни хуя. Вот просто ни хуя. Я не понимал, я выживу, не выживу. Дай им Бог здоровья, спасибо за то, что они меня спасали. Если бы не они, я бы, конечно, не выжил. Это был сарказм большой. Они меня вели туда случайно. Они сделали ошибку. Это была, скорее всего, бюрократическая просто спешка. Я борюсь сейчас за свою карму, а у нее карма уже все. Я, если честно, я обрадовался. Я сказал, вот же суки, вот получите. Я проснулся утром, если честно, я день первый ничего не понимал. Какие у нас классные ребята работают. У них какое-то чинопочитание там, какое-то величие, какая-то хуйня, блядь. Мне вообще они неинтересны. Я не хочу с ними разговаривать. Ну что это за пиздец такой? Ну как это может быть в 21 веке? Выродок-то откуда ты такой? Ты же наш, сибирский. Почему такой выродок? Я не вижу, где мне нужны какие-то... То есть я не понимаю, как вот у тебя сейчас. И чё? Чё ты вот этим добился? Я чё-то хоть... Я хотя бы чё-то предложил. Я реально прихерел. Хочется умереть достойно. И чтоб тебя семья вспоминала. И дети тобой гордились. Да, мне было страшно. Но я это сделал. Но парадоксальным образом это то, что спасает мою жизнь. Понимаешь? Такой и не я. То есть как вот это... Это вот так вот как-то щелкает. Понимаешь? Ты, блядь, можешь себе представить? Круговорот воды в природе. Это было не просто смело. Это было пиздец как смело. Ну а потом начался пиздец вот это. Это, конечно, печально. Это печально. Ну тут он себя повел, на мой взгляд, не очень конструктивно. Мне сказать, иди нахуй. Ты совершил страшное преступление. Ты должен сидеть в тюрьме. Очень обидно. И очень жалко. Заебись. Это был сарказм. И я очень обрадовался, что он выздоровел. Вот что, как мне с этим жить? Я не хочу с этим говном жить просто. Я хочу забыть и все. Понимаешь? Я как бы не понимал весь масштаб этого пиздеца. Я думал, это просто что-то какая-то там... Ну знаешь. Ну это пиздец какой-то просто. Ну сколько можно? У кого-то это щелкает, а у кого-то это не щелкает. Вот это правосудие. Надо было яйца на стол дожимать. Круто! Да это ж круто! Затеял ли это зря? Ну, слушай. Ну, давайте мечтать. А можно быть реалистом. А реалистично это никогда не будет. Ну... Ну, вот какая разница? Ну вот какая разница? Ну какая разница? Ну вот какая разница? Ну на моем качестве жизни это никак не влияет. Можно мечтать. И я с вами вместе мечтаю. С тобой, с Чичваркиным, там, кто там еще там. Мне кажется, семья — это в этом сила вся. Если нет, как вот этой вот семьи, то тогда совсем... Тогда силы негде найти. Объяснил. Надеюсь.